В эфире обзор товарных рынков, это четверг. Цены на платино упали на 12% в прошлом квартале после того, как в Южной Африке завершились страйки в июне. Существует обеспокоенность тем, что замедление роста экономики Китая и Европы приведет к падению спроса на металл, который используется в каталитических конвертерах и при изготовлении украшений. Со мной на линии директор Metals Focus Никас Ковалис. Итак, расскажите нам о ситуации с платиной в Южной Африке после того, как 1 миллион унций были утрачены в ходе страйков. Как теперь выглядит прогноз по этому металлу? Как вы уже, наверное, заметили, некоторые производители говорят об увеличении производства. Ломан заявил о возобновлении полномасштабного производства. Наш прогноз – это постепенное восстановление сектора и к концу года платина снова будет производиться в полном объеме. Касательно замедления роста экономики Китая и еврозоны. Европа потребляет наибольший объем платины для каталитических конвертеров. Этот регион на втором месте по потреблению платины после Китая. В августе заказы на платины у немецких заводов сократились до минимального уровня с июня 2009 года. Но существует обеспокоенность тем, что экономика Китая сокращается больше, чем правительство страны этого хотелось бы. Как это скажется на платине? Это значит, что выздоровление, которое прогнозировали многие аналитики, не происходит. Прогнозируемый спрос на автомобили в Европе не состоялся. Я должен отметить, что спрос все-таки растет, но в очень медленном темпе. Спрос восстановится в полной мере лишь позже, чем мы прогнозировали. Это произойдет в течение следующих 12 месяцев в Европе. Касательно Китая, да, рост экономики уже не такой сильный, как был ранее. Показатели автомобильной промышленности Китая все еще очень положительно выглядят. Частично это объясняет, почему у Палладия дела обстоят лучше, чем у платины. Большинство автомобилей в Китае функционирует на бензиновом двигателе, который производится с использованием больше Палладия, чем платины. Показательно объясняет причину, почему Палладия делает так много лучше, чем платины. Потому что, помните, в Китае большинство машин, которые продают гасолиную, и гасолиную машины имеют гораздо выше платины, чем платины. Платины действительно преимущественно в дизельной технологии. Принимая во внимание названные факторы, то, что цена на платины упала ниже 1200 долларов за унцию впервые за 5 лет, а управляющие Киталом снижают уверенность в этом металле наиболее с 2012 года, какой ваш прогноз по платины? С текущим показателем тяжело спорить с медвежьим прогнозом по платины. По мере улучшения фундаментальных показателей рынка еще по крайней мере 2-3 года дефицита на платины не предвидится. Вы затронули очень интересный момент – спекулятивные позиции. На рынке сейчас превалируют короткие позиции, которые перерастут в ближайшем будущем в основополагающий тренд. Мика, спасибо, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, последний обзор товарных рынков на этой неделе подошел к концу. За свежими новостями мира экономики следите с Токаскопи ТВ.